Добрый вечер на 12-м канале час новостей в студии Денис Жарков сегодня в выпуске. Замерзающий курорт. Не оплачивают единицы, страдает весь народ, все. Из-за коммунальных долгов Чернолучье осталось без отопления, дети не ходят в школу и детский сад. Пожар повышенной сложности. Больше 10 часов омские спасатели ликвидировали крупное возгорание двух судов. Лучше быть живым, чем правым. На мне светоотражающий жилет, но, как видите, не каждый старается остановиться и пропустить. Почему в омске пешеходы все чаще попадают под колеса? А мечи сближают страны. Президент Белоруссии высоко оценил омский проект по строительству завода в Могилеве. Прописался под елкой. Да, да, я бы хотел жить в квартире. Почему выпускник детдома остался без жилья и теперь ночует в роще? У школьников Чернолучья незапланированные каникулы в курортном поселке закрылась школа. При этом нет кадрового голода, учителей хватает, не требуется и ремонт здания. Для полноценного учебного процесса не хватает тепла в батареях. Температура в классах всего 16 градусов. Такая же ситуация и в детском саду. Его тоже закрыли. При этом котельные в поселке работают, но без газа в топку идут бревна. Таким способом все здания в Чернолучье не прогреть. В ситуации разбиралась Тахминат Инысова. Ситуация очень плохая. Во всем поселке 10-12 градусов. Курортный поселок Чернолучье замерзает. Батареи в домах еле теплые. Люди греются как могут. Одеваются теплее, включают обогреватели. Но делать так в школах и детсадах нельзя. Запрещено законом. Температура в классах и группах сегодня едва достигла отметки плюс 16 градусов. Социальные учреждения закрыли. Две сотни учеников перевели на дистанционное обучение. При этом котельные в поселке работают, но в резервном режиме. Их топят не газом, а дровами. Тепла хватает лишь на то, чтобы не промерзли сети. А вот на обогрев жилых домов и соцобъектов мощности не хватает. Нужен газ. Но у поселка долг. Не оплачивают единицы. Страдает весь народ. Все население, которое платежеспособное, значит, выходите и воздействуйте на своих соседей, чтобы они типа платили. Мы какое имеем право этим заниматься? Вот такая ситуация. Сумма долга 1 миллион 800 тысяч рублей. В основном не платят жители многоквартирных домов. Таких в Чернолучии 24. Ну вот, допустим, такой дом, как на Советской 5, 46-квартирный дом, он должен, только один дом должен, 364 тысяч. Ну, дом, жильцы дома должны. Вот этот дом, который вы видите напротив, он порядка 90 тысяч. Уже на 800 тысяч у судебных приставов лежат судебные приказы. Ну, видимо, наши судебные приставы не успевают справляться с таким объемом работы. Кроме того, должны не только жители тепловой компании, которая обслуживает котельные, но и сама коммунальная организация «Межрегионгазу». Это около 2,5 миллионов рублей. Долг накопился в том числе из-за смены тарифа. В апреле этого года РЭК его снизил на 800 рублей. В итоге, в среднем за этот год доходы компании сократились примерно на 30%. У нас был 2,900 тариф с НДС. Остал 2,100. С чем связано, я не могу вам сказать. Это вопросы нужно РЭКу задавать. Как отразилось? Во-первых, мы перерасчеты сделали населению за половину апреля. То есть там серьезная сумма получилась. И сейчас собираемость одна была. То есть процентов на 30 собираемость упала. Это если за год брать, это получается где-то порядка 3-4 миллионов. Сейчас администрация поселка и тепловая компания ведут переговоры с поставщиком газа. Просят дать рассрочку. Предлагают гасить текущие платежи в течение отопительного сезона и параллельно выплачивать долг. Примерно по 250 тысяч рублей в месяц. Пойдут ли на такие условия в межрегион ГАЗе, станет известно завтра. Стороны сядут за стол переговоров. Тахмин Атанисова, Сергей Гаврилов, 12 канал. Транспортная прокуратура начала проверку в связи с крупным пожаром на двух буксирах в Омске. Списанные суда, стоявшие на левом берегу Иртышани, подалеку от улиц электрификаторов, загорелись еще ночью. Огненное зарево увидели местные жители, которые вызвали пожарных. Борьба с огнем продолжалась больше 10 часов с места событий Юлия Думанова. Тягач загорелся в 3 часа ночи. Пламя перекинулось на соседнее судно. Площадь возгорания около тысячи квадратных метров. Огонь тушили из земли, из воды. Даже задействовали спасательный катер. Первые кадры с пожара огнем охвачены тягачи. Их используют для буксировки кораблей. Махины длиной в 40 метров пламя заметили местные жители, которые и вызвали спасателей. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. К причалу сложно подъехать. Кругом заборы и вода. Огонь удалось слокализовать только спустя 2 часа. Еще полдня понадобилось, чтобы ликвидировать ЧП окончательно. В ликвидации пожара участвует 58 человек личного состава, 18 единиц техники. Для бесперебойной подачи воды используется пожарный катер. Пострадавших нет. Судна выгорели полностью. На причале они стояли много лет. Их планировали разобрать на детали. Причины возгорания устанавливаются. Юлия Думанова и Павел Манджос, 12 канал. В Омске резко возросло количество аварий с участием пешеходов. Только за последние дни госавтоинспекторы отчитались о десятках таких случаев. Многие со смертельным исходом. Чаще всего ДТП происходит на неосвещенных магистралях в темное время суток, когда водителям сложно увидеть людей на обочинах или переходах. При этом однозначно сказать, кто виноват, нельзя. Анна Кокорина проанализировала все последние страшные аварии, а также провела эксперимент, легко ли увидеть пешехода в сумерках и как самому не попасть под колеса автомобиля. Каким выводом пришла моя коллега и почему, например, в Германии такого не случается, наш репортаж. Поселок Крутинка. Сумерки. Водитель «Газели» не замечает двух парней на обочине. В итоге один пешеход с увечьями в больнице, второй скончался на месте, не приходя в сознание. В Омске подобная трагедия. На шестой станционной иномарка на полном ходу насмерть сбивает мужчину. На зебре внедорожник улетает в пенсионера. Дедушка жив, но в тяжелом состоянии. 12-летняя девочка, перебегая дорогу в неположенном месте, попадает под колеса авто. Пульс есть. Ребенок доставлен в больницу. Такими сообщениями в последние три недели буквально пестрят новостные ленты. Большинство аварий произошло вечером, когда людей на обочинах или переходах плохо видно. Это настолько сложно, это настолько страшно ездить, особенно вечером и рано утром. Вообще страшно. При приближении к пешеходному переходу, понятное дело, что приходится притормаживать однозначно. Но даже в случае притормаживания, если навстречу едет машина, светит парами пешехода, не видно. Даже в случае, если едешь уже с очень маленькой скоростью. Это однозначно есть. По официальным данным госавтоинспекции, в городе 40 неосвещенных улиц. В темном списке Красноярский тракт и улица 22 декабря. Дороги объездные, но с оживленным движением. В час пик здесь много пешеходов, люди возвращаются с работы и не все заботятся о безопасности. Почему не носите на себе светоотражатели? Это неудобно и деньги зачем градить на это? У детей, да, есть специально на ранцах, на куртках, светоотражатели. Почему, о себе не думаете? Да, как-то не приходится. Думаю, что все будет нормально. Именно без печи, говорят дорожные инспекторы, играет злую шутку. В этом году аварий с пешеходами произошло больше 600. Жизни 57 человек спасти не удалось. Сказать, что стало меньше освещенных улиц, нельзя сказать. То есть, наоборот, где-то появляются на каких-то участках больше освещения. Дороги ремонтируют. Вместе с тем, видимо, пешеходы... Говорить, опять же, о том, что больше виноваты пешеходы либо водители, нельзя практически 50 на 50. То есть, в различных ДТП усматриваются как вина водителей, так и вина пешеходов. Вот так неосвещенная дорога выглядит из-за руля. Фары, как правило, подсвечивают обочину. Так что то, что происходит справа, водитель более-менее видит хорошо. А вот кто выскочит слева, каждый раз происходит сюрпризом. Ведь не каждый спешит обезопасить себя светоотражающими элементами. Вот, кажется, пешеход. Проведем эксперимент. Сейчас, переходя дорогу, мы соблюдем все требования безопасности. На мне светоотражающий жилет. Но, как видите, не каждый старается остановиться и пропустить. Например, в Германии такой эксперимент, скорее всего, с треском бы провалился. Ведь там едва человек ступит на зебру, машины останавливаются. Впрочем, и пешеходы, начиная движение, лишь убедившись в том, что их действительно пропускают. Анна Кокорин, Александр Саражин и Илья Яковленко. 12 канал. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил проект томской фирмы по строительству завода в Могилеве. Свои разработки по производству технического углерода. Амичи представили на пятом форуме регионов Беларуси и России. В статусном мероприятии участвовали около трех тысяч крупнейших промышленных предприятий двух государств. Главным событием форума стала встреча президентов обеих стран. Проект томских бизнесменов Лукашенко назвал одним из позитивных начинаний, которые сближают наши страны и наполняют конкретным смыслом белорусско-российские отношения. Будущий завод будет ориентирован на потребителей Евросоюза и Беларуси, а также предоставит около 500 новых рабочих мест, в том числе и для амичей по вахтовому методу. Прописался под елью в небольшой роще на Левобережье. Уже второй месяц живет 23-летний бродяга. Парень-сирота детство провел в Теврийском детдоме, а студенческие годы в Омском училище. На улице оказался из-за проблем с документами. По городским теплотрассам качует три года. Но в отличие от многих бездомных Сергей Минаевский татцы не намерен, но вот отстаивает свои права. У парня не хватает смелости. Почему же сирота до сих пор не имеет своего угла, при том, что по закону ему положена отдельная квартира, выяснила Екатерина Балучевская. А как рука? Ну да, нормально, заживает. А покажи, как палец шевелится. Ну так. И все? Да. Месяц назад 23-летний Сергей Минаев очнулся в больнице со сломанной рукой. Как получил травму, не помнит. Парень-сирота, инвалид. Детство провел в интернате на севере региона, затем учился в Омском техникуме. Но последние три года скитается по улицам. Живет в роще рядом с жилым микрорайоном. Да, да, я бы хотел жить в квартире. Хорошая жизнь была бы. Но уличная, она плохая жизнь. Ну, охота, конечно, тепла дома. Ну, находиться в гостях. Ну, спасибо. А семью хотелось бы? Ну, хотелось бы, конечно, но сейчас не получается завести пока семью. Паспорт украли, уверяет Минаев. А без документов на работу не берут. Местные жители подкармливают парня, помогают с одеждой. Пытаются решить и его квартирный вопрос. По закону, сиротам положено отдельное жилье. Так как Минаев жил в детском доме на севере региона, квадратные метры должны были выделить именно там. Но после того, как парень переехал в Омск, претендовать он стал на городскую квартиру. Начали разбираться. Оказывается, его документы вообще в Омск не передали. То есть, ну, там расформировали, здесь его прикрепили. И документы его просто куда-то делись. Ну, они пропали. И вот обещали ему в 2017 году до зимы дать квартиру. Ну, уже 18 заканчивается, и вот квартиры нет до сих пор. Бездомный не падает духом, но активно отстаивать свои права не может. Просто не знает как. Да и боится, что обманут. К примеру, с законной квартирой, которую государство выделит. Черные риэлторы уже пытались добиться от него подписи под договором. Быть может, после встречи с ними, предполагает сирота, он и оказался без сознания в больнице. Сейчас Минаеву готовы предоставить приют в социальном центре. Наша телекомпания даже провела все необходимые переговоры с директором учреждения. Если же он все-таки соглашается у нас остаться, и у него отсутствуют документы, без, если медицинских каких-то документов он совсем, без флорографии, без всего, мы помещаем в карантин в начале, в изолятор. Затем уже оформляем документы необходимые и помещаем в какое-то из отделений. Восстанавливаем паспорт, далее оформляем медицинский полис, страховой, пенсионный, пенсию оформляем. Причем жить в соццентре, обещают специалисты Минаев, сможет несколько месяцев. Столько, сколько понадобится, чтобы восстановить документы, подобрать место работы и, возможно, продвинуть решение квартирного вопроса. И смотрите далее в программе. Атаман Ермак, артист Ульянов или рок-музыкант Летов, чьим именем назовут Омский аэропорт? Присматриваем место, где сможем разместить барельеф. Какие новые кандидатуры для народного голосования обсуждают и кого предлагают сами авиаторы? На попутках и в джунгли, и в пампасы. Люди останавливаются, говорят, что идешь пешком, поехали с нами. Влюбленная пара из Азова объехала автостопом Европу и Южную Америку. Малевичу и не снилось. Омский художник собирается удивить и мечей белой точкой на черном холсте. Кто-то скажет «да». Кто-то может сказать «ну да». Над полотном в стиле минимализма живописец работал два года. На попутках и в джунгли, и в пампасы влюбленная пара из Азова почти год ездила по Старому и Новому Свету. Побывали в 20 странах, причем путешествовали в основном автостопом. В каких странах самые опасные водители? Где лучше ловить попутку? И как нужно одеваться, чтобы тебя не приняли за преступника? Какими продуктами запастись в дорогу? Елена Смирнова встретилась с бывалыми путешественниками и узнала, как посмотреть мир весело и без особых затрат. Эта кавер-версия модного трека в исполнении сибирских путешественников звучала на площадях всех крупнейших мегаполисов Европы. Спонтанные уличные концерты с маракасами и гавайской гитарой укулеле. Приносили туристам от 5 до 100 долларов за вечер. А вот привлечь внимание водителей порой было сложнее. Наотрез подвозить автостопщиков отказывались греки, просто не останавливались. В Китае об автоступе не слышали в принципе. В Италии он и вовсе запрещен. Другое дело Турция, Россия или Грузия. Здесь путешественнику с рюкзаком всегда рады. В принципе тоже такое бывало. Когда просто идешь по обочине с рюкзаком, и водители останавливаются и говорят, что идешь пешком, поехали с нами. Сейчас-то бывает такое, что мы едем куда-то проездом, а водитель говорит, что здесь у нас есть такое место, вот вам надо обязательно в него попасть. И он как раз недалеко, давайте я вам покажу, и потом вы дальше поедете. А иногда времени очень мало, но как откажешь, очень хочется все увидеть. Их вояж растянулся на 11 месяцев. Пара объездила практически весь старый Новый Свет. Рождество влюбленные встретили в Париже. Новый год в Барселоне. Ко дню Святого Валентина доехали до Риа-де-Жанейро. В это время там как раз шел знаменитый бразильский карнавал. Дни рождения отмечали в Грузии и Италии. Больше всего восхитил каскадный водопад Игуасу на границе Аргентины и музей современного искусства в Европе. Всего же автостопом ребята преодорели 80 тысяч километров. Говорят, чтобы автолюбитель гарантированно подвез, выбирали яркую одежду и обязательно улыбались. Определять опасного человека за рулем тоже научились, действовали по интуиции и она ни разу не подвела. Ну а что предугадать нельзя, так это стиль вождения. Самое страшное, это когда водители на большой скорости ездят неаккуратно. Это самая большая опасность, какие про опасности услышать. В Бразилии нас тогда подбросили вверх на большой скорости, на лежачем полицейском. Как потом оказалось, он был слишком веселый. И не замечал препятствий на своей дороге и на лежачем полицейском. Ведя огромную фуру, не знаю, сколько тонн, на скорости километров 120 в час, его не заметило. Мы прям почувствовали, как мы подлетели с кресел. Ну и это скорее исключение. Путешественники заметили, водители становятся аккуратнее, когда кого-то подвозят. Еще проще с жильем. В интернете набирают популярность так называемые сети гостеприимства. Ресурс поможет найти временное бесплатное пристанище. Так Полина и Влад в Италии гостили у профессора истории, чей дом больше походил на музей. В Колумбии их приютила семья чиновника культуры. В свою очередь, Амичи устраивали экскурсии по родному городу для туриста из Англии, а путешественнику из Турции помогали сесть на нужный поезд. Куда отправиться дальше, еще не решили. Пока отдыхают, ждут новых гостей со всего мира и выбирают страну для очередной поездки. На карте таких осталось не так уж и много. Я бы жил бы в том лете, в том самом моменте, когда летели на байке. Только пальмы и ветер, пальмы и ветер, только пальмы в омзакате. Елена Смирнова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Ветераны гражданской авиации предложили назвать Омский аэропорт именем Анатолия Лепедевского, полярного летчика, героя Советского Союза. Сегодня об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Омск-центрального Сергей Зизюля. Напомню, наш город попал во всероссийский проект. Аэропорты 45 городов получат именно известных людей, писателей, музыкантов, артистов, архитекторов, космонавтов, героев войны. Рассматриваться не будут только фамилии политиков нависшей истории, то есть живших последние 100 лет. От жителей города ждут предложений. Когда будет принято решение, на фасаде появится барельеф с именем человека, в честь которого названа воздушная гавань. Мы уже присматриваем место, где сможем разместить барельеф, где можем разместить, какие надписи будут, чтобы это и для пассажиров, и для работников аэропорта было так узнаваемо. Все-таки мы понимаем, что аэропорт с запоминающимся названием станет частью местной идентичности. В списке претендентов сейчас Атаман Ермак, авиаконструктор Сергей Королев, актер Михаил Ульянов, врач-педиатр Валентина Бесярина, музыкант Егор Летов и поэт Роберт Рождественский. До 21 октября региональная общественная палата проведет публичное обсуждение, определит от 3 до 10 персон. Голосование пройдет до 30 ноября. На улицах Омска будут работать волонтеры с анкетами. Выбрать понравившийся вариант или придумать свой можно на сайте общественной палаты. И даже в воздухе опросники раздадут в самолетах. Итоги конкурса подведут 5 декабря. Новый проект, который, возможно, станет сенсацией, от художника-минималиста под творческим псевдонимом Илюмбая Бактебаева-Омского. Два года назад он взорвал общественность книгой с одним словом «Да». Как самое короткое, но объемное литературное произведение ее занесли в Книгу рекордов России. Сейчас художник готовится к новой выставке. Центральной работой станет картина «Точка отсчета. Белая капля на черном фоне». Что скрывается за таким минимализмом, расскажет Наталья Бельская. На «Точка отсчета» художник-минималист и Любай Бактебаев Омский работал два года. Он считает, за этой белой каплей на абсолютно черном холсте каждый должен увидеть что-то свое. Кто-то, возможно, представит начало жизни на Земле, зарождение Вселенной, звездные галактики и планеты. Кто-то, свет в конце туннеля и надежду. Человек приобретет, например, эту картину и повесит у себя в квартире или в офисе, то она не будет ему давать покоя. Она будет его будоражить. Если он не захочет или как-то не сможет что-то сделать, глядя на эту картину, она будет его сподвигать на движение, на борьбу, на победу. «Точка отсчета» — центральное полотно в экспозиции, над которой сейчас работает художник. Он готовит ее для выставки с говорящим названием «Одним касанием кисти». Раскрыть смысл точки зрителям помогут и другие картины, правда, в таком же минималистическом стиле. К примеру, метаморфоз, точка тире, наглядное изображение, движение вперед или число пи, тесно связанное с кругом. Простые вещи, за которыми художник прячет свой особый философский смысл. «Когда работа сделана не только качественно, но и с душой. Дальше будет картина 5 и 5, 125. Это когда жизнь прожита не только красиво, но и с пользой. 125». Минимализм, признается и Любай Бактыбаев Омский, как стиль привлекал его всегда. Убирая со своих картин излишнюю пестроту и яркие краски, он стремится к тому, чтобы зритель концентрировался на своих мыслях. Выставку планируют представить в Доме художника, правда, когда, пока еще неизвестно. А какой будет реакция, и Любай Бактыбаев Омский уже попробовал предугадать. Финал экспозиции – живописная копия знаменитого литературного произведения художника, вошедшего в Книгу рекордов России, как самое короткое, но объемное слово «да». Кто-то скажет «да», кто-то может сказать «ну да», а кто-то скажет «да». А сейчас время новостей спорта, и в студии появляется мой коллега Алексей Адареев. Привет, Алексей. Привет, Денис. В Латвии завершился чемпионат мира по гиревому спорту. А мячи вообще там выступали? Выступали, да еще как. Наш молодой гиревик Нурсултан Смогулов выступил очень достойно. Ну а выступление Ольги Еременко, иначе как триумфальным, наверное, и не назовешь. Подробности через несколько секунд. В Латвийском Дауге в Пилсе завершились чемпионаты первенства мира по гиревому спорту, в которых приняли участие около 200 спортсменов из 30 стран. Победители определялись среди любителей и профессионалов, среди юниоров до 22 лет и ветеранов. В Омскую область на турнире представляли двое гиревиков. Пятикратная чемпионка мира Ольга Еременко, выступавшая в весовой категории до 58 килограммов, вновь оказалась недосягаема для конкурентов. Воспитанница тренера Александра Шанина завоевала золотую медаль. Для нее эта награда высшей пробы стала уже шестой в карьере. Более того, Амичко установила новый мировой рекорд, подняв гирю 204 раза. А вот занимающийся под руководством наставника Шайзанды Смогулова победитель первенства Европы Нурсултан Смогулов, чья весовая категория до 68 килограммов, на турнире в Прибалтике дебютировал на соревновании планетарного масштаба. И сделал это очень успешно. Племянник известного омского спортсмена Бигзады Смогулова стал серебряным призером турнира среди юниоров. В сумме омский гиревик набрал 160 очков, выполнив 95 подъемов в толчке и 130 в рывке. Уступил Амич только спортсмену из Казахстана. Омские конькобежцы посеребрили лед. Иван Кравцов, Николай Кубрин и Вадим Сонин выиграли серебро на первом этапе Кубка России. Соревнования проходили в конькобежном центре Коломна. Их участниками стали более 150 спортсменов из 26 регионов России. В первый же день турнира Амичи выиграли серебряные награды в командном спринте, пока за время 1 минута 27,80 секунды. Обладателями наград высшей пробы на этот раз оказались петербуржцы, замкнули призовую тройку спортсмены из Костромской области. Отметим, что Кубок России по конькобежному спорту в Коломне – первый из пяти этапов сезона. На каждом из этапов конькобежцы зарабатывают очки. Спортсмены с наибольшим количеством очков примут участие в финале Кубка России весной 2019 года. Более 150 спортсменов боролись за звание сильнейших на первенстве Амской области по фехтованию. Под сводами спортивного комплекса «Юность» собрались молодые шпажисты и саблисты 12-14 лет. Самой многочисленной стала группа юношей шпажистов, где за награды сражались 50 участников. Лучшим из них в итоге стал Данил Любас, одержавший в финале победу над Вячеславом Рисько. У девушек в финале Дарья Горяева взяла верх над Верой Радул. В состязаниях саблистов звания победителей первенства достались и Елизавете Журавлевой, и Степану Войдуку. Серебряных наград удостоились Анастасия Кузьменко и Семен Сергеенко. Юниорская сборная России по хоккею, возраст игроков которой не превышает 18 лет, провела серию товарищеских матчей с юниорской сборной Чехии. Первые две встречи остались за нашей командой, а в заключительном матче победили хозяева. Выступавший за сборную России нападающий омских ястребов Арсений Грицюк набрал два очка, забив гол и поучаствовав в результативной атаке. При этом, по словам самого Арсения, результатом российские юниоры не сильно довольны, ведь для россиян Чехи принципиальный соперник на данном этапе, и перед национальной командой стояла задача выиграть все три матча из трех. Следующий турнир, в котором примет участие сборная, составленный из 18-летних российских хоккеистов, Кубок Вызова. Он пройдет в Канаде с 10 по 17 декабря. Это все, о чем я сегодня успеваю рассказать. До встречи завтра. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. Далее прогноз погоды, а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Двиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы укладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Реклама будет короткой. Только в октябре. Выгодные скидки и любой замер бесплатно. Мастерская стекла и зеркала «Сатурн». По здоровью есть вопросы. 48 38 38. На протяжении года всероссийская программа здорового зрения «Кризалт. Четкий взгляд на мир» помогает детям с нарушением зрения в рамках социальной программы, созданной по инициативе французского. Производитель оптики и оптического оборудования «Силор». Дети с нарушением зрения по всей стране получают очки с качественными корригирующими линзами. Подробности далее. На сегодняшний день проблема ухудшения зрения во всем мире стоит особенно остро. Из-за негативного влияния современных факторов риска. Именно поэтому французская компания «Силор» запустила всероссийскую программу здорового зрения. Совместно с партнерами сети «Оптик в Идеаль» было организовано благотворительное мероприятие, где ребятам подарили новые очки с качественными линзами и рассказали, как нужно следить за здоровьем своих глаз. Когда мы узнали, что программу здорового зрения намерены провести в Омске, мы сразу же приняли решение присоединиться к этой программе и помочь юным жителям нашего города. Мы надеемся, что совместно с родителями мы сможем научить детей заботиться о своем зрении с самых ранних лет, и они смогут видеть мир в самых ярких красках. В рамках программы «Здорового зрения» компания «Силор» также проводит социальную акцию «Пообещай проверить зрение». С 11 октября по 11 ноября любой желающий может абсолютно бесплатно проверить зрение в «Оптиках-партнерах» по всей России. Адреса «Оптик» уже можно посмотреть на сайте программы. Леана Шанина, Анастасия Донец, Юрий Сычук, 12 канал. Получить сейчас, платить потом. Третий россиян не хотят откладывать приобретение нужных им вещей в долгий ящик и готовы воспользоваться кредитом для совершения крупных покупок. Какие плюсы несет в себе подобный подход, узнаем в следующем сюжете. Крупные покупки в кредит удобны с нескольких позиций. Во-первых, нет необходимости ждать, чтобы накопить нужную сумму. Это особенно актуально в случае с распродажами, горящими турами и в других случаях, когда время не терпит. Во-вторых, кредит позволяет отдавать не всю сумму сразу, а дробить ее на равные части, которые выплачивать значительно легче. Кроме того, банки также проводят акции для своих клиентов. 17-18 октября в наших отделениях пройдет день продаж. Все наши клиенты смогут воспользоваться специальным предложением и оформить кредит, который рассчитан на крупные покупки. Его размер достигает 500 тысяч рублей. Но главная его особенность – фиксированная процентная ставка, которая составляет всего 10,5% годовых при любой сумме кредита. Возможность позволить себе давно желанную вещь нельзя упускать. Тем более, когда есть шанс получить ее на приятных условиях. Ближайшая такая возможность будет 17-18 октября в Банке Восточной. Леана Шанина, Юрий Сычук, 12 канал. В завершении выпуска о погоде завтра, 17 октября, по области в Омске облачно. Температура воздуха в районах ночью 1-2 градуса ниже 0 днем до плюс 4. В Омске в ночные часы 0-1, днем плюс 2, плюс 4. Ветер южный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok